Определение индекса атерогенности, холестерол, липидное соединение, присутствующее в мембранах клеток всех тканей и органов, является основой для синтеза жирных кислот, гормонов. Комплекс холестерина и транспортного белка – липопротеин. Различают липопротеины трех видов. Соединения очень низкой-низкой плотности – ЛПОНП, ЛПНП – откладываются на сосудистых стенках, образуя бляшки. Атеросклероз становится основой для развития инфаркта миокарда, нарушений кровотока в сосудах головного мозга, брюшной арте, мизинтериальных и почечных артериях. Липопротеины высокой плотности – ЛПВП, хороший холестерол, предупреждающий формирование бляшек. Индекс атерогенности отражает соотношение концентрации ЛПОНП – ЛПНП к ЛПВП. Индекс атерогенности и АКХК – числовое значение, которое отражает нарушение холестеринового обмена. Для его определения необходимы данные анализа на общий холестерол или попротеины высокой плотности. Расчет выполняется по формуле ОХСЛПВП – ЛПВП. Коэффициент помогает оценить вероятность развития атеросклероза сердечных сосудистых патологий, отследить эффективность профилактических мероприятий у лица с групп РИСКО. Исследованию подвергается сыворотка кроризвены. Показатели для расчета коэффициента определяются калориметрическим фотометрическим методом. В норме значение колеблется от 2,2 до 3,5. Сроки выполнения диагностической процедуры – одни сутки. Показание КХА рассчитывается для определения вероятности атеросклеротического повреждения сосудов, развития сердечно-сосудистых патологий. Он назначается в рамках липидограммы комплексного исследования различных фракций жиров. Показания предупреждения – диагностика атеросклероза. Профилактическое исследование показано людям старше 45-55 лет курящим имеющим избыточный вес, гипертоническую болезнь, сахарный. Диабет и БС – перенесшим инфаркт, острое нарушение мозгового кровообращения, злоупотребляющим алкогольными напитками, жирной пищей. Имеющим наследственную отягощенность по развитию патологии сердца и сосудов. Результат позволяет определить вероятность образования бляшек, предупредить болезни сердца и сосудов. Атеросклероз. ХК периодически определяется при соблюдении лечебной диеты с низким содержанием жиров при приеме лекарств, сокращающих концентрацию липидов плазмы. Результат отражает эффективность гиполепидемической терапии. Используется для составления тактики лечения подбора статинов препаратов, повышающих уровень ЛПВП. Подготовка к анализу для определения холестерола общего и липопротеинов высокой плотности используется венозная кровь. Процедура взятия биоматериала выполняется утром. Подготовка состоит из ряда правил. Необходимо придерживаться привычного питания на протяжении 1-2 недель до исследования. За 7-10 дней проконсультироваться с врачом о влиянии лекарств на данные лабораторные тесты. Препараты будут временно отменены либо учтены при интерпретации. Сдавать кровь натощак после ночного периода голода. Разрешено пить чистую негазированную воду. Отказаться от интенсивной физической нагрузки приема алкоголя. Исключить влияние факторов стресса за сутки до процедуры. Сеансы физиотерапии инструментальные диагностические процедуры УЗИ МРТ ЭТАГ и ДРЭ. Выполнять после сдачи крови. Не курить на протяжении получаса. Последние 5 минут провести в сидячем положении. Кровь забирается из локтевой вены. Исследование общего холестерина и ЛПВП выполняется энзиматическим методом. Расчеты производятся следующим образом. От результата теста на общий холестерин отнимается результат анализа на липопротеины высокой. Плотности полученные значения делятся на показатели ЛПВП. Нормальные значения нормальный индекс атерогенности составляет 2,2-3,5. Значения ниже референсных рассматриваются как вариант нормы. Физиологическое повышение определяется в следующих случаях. Беременность. В норму коэффициент приходит спустя 6 недель после родов. Изменение питания. Увеличение его является при долгом голодании после употребления пищи с высоким содержанием жиров животного происхождения. Несоблюдение правил подготовки. Курение. Физическая активность перед процедурой искажают результат. Повышение показателя повышения выявляет вероятность атеросклероза и возникающих на его основе заболеваний. Итоговые данные интерпретируются с учетом наличия факторов риска. Величины отклонения от нормы. Умеренное повышение. Значение в пределах 3-4 рассматривается как средний риск поражения сосудов. Назначается лечебная диета. Проводится периодический контроль липидного профиля. Выраженное повышение. И оболе 4 выявляет высокую вероятность атеросклеротического поражения сосудов. Развитие ишемии сердца. Инфаркта миокарда острова. Нарушение кровообращения головного мозга. Необходимо соблюдение диеты. Применение лекарств. Регулярный контроль данных липидограммы. Лечение и отклонения от нормы. Индекс атерогенности. Информативный показыватель вероятности развития атеросклероза. Широко применяется при профилактических обследованиях людей из групп риска при контроле лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Снизить физиологическое повышение коэффициента можно самостоятельно, сократив потребление животных жиров, исключив прием алкоголя курения, гейподинамию. При стойком, умеренном и выраженном отклонении результат от нормы необходимо обратиться к терапевту-кардиологу. Своевременные меры по предупреждению формирования бляшек позволяют избежать развития серьезных сердечно-сосудистых патологий.